В эфире новости губернии, в студии Алена Власова. Здравствуйте. В начале коротко о некоторых темах выпуска. По мировым стандартам в новом современном здании стоялось торжественное открытие 6-го Кассионного суда общей юрисдикции. Почему за размещение этого объекта боролись почти все регионы ПФО и что эта победа даст самарцам? Современная медицина пришла в село Пролейка об открытии современного фельдшерско-акушерского пункта в нашем материале из Елховского района. Сутки на голосование. Финалистов окружного фестиваля «Театральная привожья» от Самарской области поддержали власти и признанные мастера сцены. Как, кто и когда может проголосовать за студенческий спектакль «Аленький цветочек» и школьный мюзикл «Тайна серого замка» смотрите в этом выпуске. Знаковое событие в жизни региона состоялось торжественное открытие 6-го Кассионного суда общей юрисдикции в новом современном здании. Оно расположено рядом с Крымской площадью в Самаре и здесь все по мировым стандартам. Почему за размещение этого объекта среди регионов шла борьба? О значимости победы Самарской области в этой гонке и поддержке президента наш материал. Без фанфар, но под звуки затворов фотоаппаратов. Внимание к этому открытию огромное. Новое здание соответствует всем требованиям. Можно сказать, это новая эпоха в судебной системе. Это настоящий дворец правосудия, в котором не только имеются все возможности для спокойной, творческой работы суда, но и внедрены самые современные технологии. В некоторых судах о них мечтают только. Сегодня в вашем здании все эти технологии – это реальность, они работают и, безусловно, будут способствовать повышению эффективности работы суда. Здесь расставят точки над «и». Именно в Самаре будут пересматриваться решения, принятые судами девяти регионов Приворского федерального округа. Залы, а их 38, оборудованы системами видеоконференцсвязи и аудиопротоколирования. Предусмотрено и автоматическое распределение дел, электронная очередь при подаче документов. Это действительно эпохальное событие. Оно определяется также и тем, что у нас появляются возможности развития региональных лидических школ, трудоустройства наших выпускников, а также в целом в регионе появляется множество мест для трудоустройства. Только судей больше ста. В целом же около 500 новых рабочих мест. Настрой на открытость и прозрачность работы. При этом все же есть зал и для рассмотрения секретных дел. Продумано все до мелочей. Нет окон и стены этого помещения. Не соприкасаются с внешними конструкциями здания. Здесь тайное точно не станет явным. Сегодня сюда пустили журналистов, но уже завтра комната будет под запретом. При этом для участников процесса созданы все условия. Обеспечен доступ для маломобильных граждан. Во всех залах стоит даже устройство усиления сигнала для слуховых аппаратов. Шестой Конституционный суд административно объединяет 9 регионов, в которых живет более 20 миллионов человек. И имеет, конечно, особое значение. С точки зрения повышения оперативности и качества рассмотрения дел стоят очень действительно большие задачи. И я уверен, что этот коллектив сможет это сделать. И это скажется положительно на самочувствие наших граждан и на качественном, эффективном решении тех вопросов, с которыми обращаются они в суд. Этот объект и статус, и имидж, и привлекательность региона. Для жителей плюс, что теперь не надо ездить в случае судебных тяжеб в другие города. Для бизнесменов сигнал «Самара» в центре. За право размещения структуры боролись почти все регионы округа. Но губернатору Самарской области удалось отстоять интересы своей территории. Ведомство стало самым большим в системе вновь созданных кассационных судов. И я рад, что нам удалось доказать, что в Самарской области в силу ряда целого обстоятельств, наличие, конечно, юридической школы очень серьезной, и географического положения, это тоже безусловно имело значение, размещение суда будет наиболее уместно. Мы в дальнейшем будем отстаивать интересы региона при реализации масштабных проектов, проведении реформы в различных сферах. Здание было достроено в кратчайшие сроки, привели в порядок и близлежащую территорию. Сейчас Крымская площадь – излюбленное место самарцев. Работы по благоустройству прошли в рамках национального проекта «Жилье и градская среда». Его инициировал президент Владимир Путин. Собственно, глава государства также и подписал указ о размещении 6-го конституционного суда именно в Самаре. Ольга Павловская, Алексей Вельмискин, Сергей Павлов. Новости губернии. Необходимо рекультивировать судьбу мусорного полигона. В Волжском районе сегодня обсудили на выездном мероприятии двух комитетов Самарской губернской думы по местному самоуправлению и по ЖКХ. Объекту уже более 20 лет. За это время уровень отходов достиг критической отметки. В планах строительство нового комплекса. Подробнее расскажет Владимир Маркин. Еще в середине 80-х здесь была стихийная свалка. Но в 90-е территорию передали предприятию и построили инженерные сооружения. В наше время Преображенко – один из четырех государственных мусорных полигонов в стране. Хотя он и выполняет свою функцию. Сюда свозят как коммунальные отходы, так и промышленные. Но уже почти заполнен до отказа. Вывод – необходимо рекультивация территории и строительство нового объекта по обращению с ТКО. Нужно уже сейчас заранее определяться с местом для нового полигона. Чтобы было время для того, чтобы обустроить новый полигон. Этот полигон, конечно, он заполнен. Он должен начать рекультивироваться. Должны быть выделены деньги на рекультивацию. Если грамотно организовывать сбор мусора, его накопление, переработку, то в этом случае, конечно, и экологических проблем будет меньше. И, возможно, будет говорить о том, что наступает какой-то все-таки цивилизованный период обращения с твердыми коммунальными отходами. Проектные работы по рекультивации полигона планируют начать уже в следующем году. До конца 2022-го коммунальные отходы сюда можно будет свозить. Потом только промышленные и стройотходы. До рекультивации необходимо построить дорогу до Преображенки. Также объект нуждается в современной спецтехнике. Есть планы и на дальнейшую эксплуатацию этой территории. Один из этапов рекультивации будет. Здесь хотим создать тепличное хозяйство. И по-прежнему, близость от полигона. Потому что электричество позволяет вырабатывание полигона содержать круглогодичные теплицы. На совещании прозвучала информация о том, что в настоящее время уже подписан меморандум о строительстве нового многофункционального комплекса, включающего в себя полигон, сортировочную станцию и мусороперерабатывающий завод. Средства на объект планируют привлечь из областного бюджета и частных инвесторов. Осталось только определиться с земельным участком. Владимир Маркин, Андрей Авдеев. Новости губернии. Волжский район. В Тольятти обсудили реализацию национального проекта «Экология». Особое внимание представители органов власти и общественности уделили федеральному проекту «Чистая страна», при помощи которого ликвидируют несанкционированные свалки «Автограда». Одну из них исследовал Игорь Романов. Это самая проблемная свалка на территории города Тольятти. 32 гектара бесполезной земли неподалеку от предприятия «АвтоВАЗ-агрегат». В будущем здесь планируется рекультивация. Посадят хвойный лес или сделают лыжную трассу. Рекультивация подобных свалок – это не что иное, как глобальный комплекс мер, при помощи которых можно вернуть природе первоначальный вид. Или же превратить подобные, истерзанные незаконно человеческой жизнедеятельностью места во что-либо более привлекательное. Определенный подрядчик, который отвечает за разработку проекта. В администрации Тольятти внимательно следят за его действиями. У нас есть проблемные вопросы с подрядчиком. Мы их решаем. Министерство в курсе, но сегодня мы обеспечиваем контакт подрядчика с министерством, чтобы они не только с наших слов, но и лично пообщались с этим подрядчиком. И здесь мы после этого должны будем принять решение. Либо продолжаем работу, либо ищем другого подрядчика. В Тольятти получил субсидии на проведение проектных работ. У федеральной программы «Чистая страна» в составе нацпроекта «Экология», инициированной президентом страны Владимиром Путиным, есть срок действия до 2024 года. В министерстве предполагают, что вопрос со свалкой у тольяттинцев решится раньше. Когда будет закончена проектная работа, будут получены все экспертизы экологические. Есть еще одна процедура по включению в государственный реестр объектов накопленного ряда. Вот эта пройденная процедура нам позволит включить объект в программу Министерства природных ресурсов. Есть реальная возможность по мере готовности всей этой документации заявиться несколько раньше. В течение нескольких часов участники совещания обсудили разные экологические проблемы. Сохранность тольяттинского леса в пожароопасный период, качество атмосферного воздуха. Изучили предложения общественности по улучшению экологической обстановки в городе и области и ответили на их вопросы. Игорь Романов, Сергей Богатюк, Новости губернии. В селе Пролейка Елховского района открылся современный фельдшерско-акушерский пункт. Сегодня приняли первых пациентов. Посмотреть на работу нового ФАПа приехал министр здравоохранения Самарской области совместно с депутатом Государственной думы Виктором Казаковым. Вместе с ними и наша съемочная группа. ФАПа в селе Пролейку ждали больше 10 лет. Ранее сельчанам для получения медпомощи приходилось преодолевать расстояние в 10 километров. Теперь все в шаговой доступности. На открытие приехал министр здравоохранения Самарской области. Я надеюсь, что этот объект здравоохранения принесет вам много пользы. И, надеюсь, пережет ваше здоровье. Руководит ФАПом фельдшер с 29-летним стажем Светланы Рыбакина. Говорит, здесь есть все для работы. Этот ФАП, конечно, радость для этого села. Есть и кардиограф. Есть тонометр для измерения глазного давления. Передо мной находится спирометр для измерения функций внешнего дыхания. Небулазер. Есть физиотерапевтический кабинет, процедурная комната для персонала. Предусмотрено все. Здание оснащено всем необходимым. Новшество этого ФАПа – это много нового оборудования. Медицинские холодильники вместо бытовых, а также автоматический наружный дефибриллятор. ФАП будет обслуживать 214 жителей. Неизгладимое впечатление. Положительное, естественно. Только положительное. Сами же видите, как красиво, уютно, тепло, самое главное. И думаю, что сюда будет приятно приходить не только молодежи, но и вообще всем лицам, которые проживают в этом селе. Глядя на чистые и светлые помещения, новые оборудования, врачи верят, что жизнь в селе начнет меняться. Включились в нацпроект в рамках национального проекта здравоохранения для приближения помощи медицинской населению. Теперь есть медицинский объект, где мы можем обслуживать и оказывать медицинскую помощь. В частности, это первичный медико-санитарный помощь. Всего в этом году в сельских территориях региона в рамках реализации нацпроекта появится 14 фельдшерско-акушерских пунктов нового образца. В следующем еще 20. Как по маслу. Самарские аграрии более чем в два раза увеличили экспорт масла жировой продукции. Такой результат рекордный в этом году урожай подсолнечника. Еще одна гордость. Несмотря на капризы погоды, хлеборобы выполнили целевые показатели по сбору зерна. Итоги полевого сезона обсудили в объединенном пресс-центре Волжской коммуны и телерадиокомпании «Губерния». Подробности у Сергея Павлова. От милости небесной канцелярии зависит многое. Но самарские аграрии уже не ждут у поля погоды. Этот год показателен. Подналив ни капли осадков, особенно на юге, когда вышли на уборку, дожди зарядили как из ведра. И с такими трудностями справились. Лучше стало качество семян, больше внесли удобрений. Сами агротехнические приемы нынче более оперативные. Тут свое слово сказала масштабная модернизация технопарка. По всем направлениям сработала господдержка. В этом году очень большое подспорье было получено при субсидировании элементов точного земледелия. 40% субсидий получили при покупке именно вот этого оборудования. Компенсировался этот год, покупка 2019 года и 2018 года. Миллион 800 тысяч тонн зерна и более миллиона тонн подсолнечника. Такими цифрами ответил регион на поставленную правительством страны задачу. Планка будет только повышаться. Как увеличить объемы по сбору стратегических экспертных культур, подходы определены. Площади под масличными сокращать, при этом повышая урожайность. У зерновых куда больше преференций. Только озимых под урожай следующего года засеяно почти полмиллиона тысяч гектаров. Сейчас запас влаги достаточно. То, что мы сейчас посеяли озимые, и практически все они в хорошем состоянии. Где-то даже есть излишне хороший, чуть-чуть переросший. Но вот этот морозец, он не верит. Вот этот морозец, это хорошо. Это очень хорошо для озимых, поверьте. В регионе продолжится работа по возвращению в оборот брошенных земель и увеличению площадей под рожением. Это тоже даст весомую прибавку. Без каких-то кардинальных решений, как по модернизации, порошении, поменении минеральных удобрений, хороших семян, мы этих вопросов, естественно, не решим. Поэтому только вот так вот суммарно решив все вопросы, мы сможем действительно достигнуть таких показателей. Кроме того, со следующего года заработают новые меры поддержки. Аграриев будут компенсировать и стимулировать к развитию. Сергей Павлов, Михаил Смирнов, Новости губернии. А теперь коротко о других новостях, которые наша редакция просто не могла оставить без внимания. В нашей постоянной рубрике «Губерния за минуту». Самарский областной онкодиспансер оснащен новым оборудованием по нацпроекту здравоохранения. В оперблоке появились 10 столов, 4 светильника, по 7 инфузионных насосов и наркозных аппаратов. Отделение реанимации и интенсивной терапии получило 10 аппаратов искусственной вентиляции легких. Установлен новый компьютерный томограф. Перевооружение продлится и в 2020 году. В Самаре стартовал фестиваль венгерского кино. На торжественной церемонии открытия с приветственным словом выступил консул Ласла Дороцца. Фестиваль продлится 4 дня с 27 по 30 ноября. В программе фильмы, демонстрирующие разнообразные тенденции венгерского кинематографа. Также работает книжная выставка «Культурные мосты. Россия-Венгрия. Самарский взгляд». Администрация Самары предупреждает об опасности выхода и выезда на лед. Напоминают, его толщина должна быть не менее 15 сантиметров. Определить ее поможет цвет, прозрачно-голубой или зеленый. Выходить на замерзшую поверхность воды в темное время суток или при плохой видимости не рекомендуется. На спусках к Волге и Самаре расставлены аншлаги. Переход, переезд по льду запрещен. С начала года в Самарской области выявленный объем хищения электроэнергии составил около 14 миллионов киловатт-часов. К примеру, столько в месяц потребляют такие города, как Новокуйбышевск или Чапаевск. Факты незаконного потребления электричества специалисты выявляют во время ежедневных проверок. В один из дней в Сызране к ним присоединилась наша съемочная группа. Этот дом в Сызране уже отключали от электроэнергии за долги перед гарантирующим поставщиком. Во время очередной проверки контролеры СССР заметили – свет в окнах горит, а значит потребитель подключил его самовольно. Подобные случаи законодательством трактуются как бездоговорное потребление электроэнергии. «Напряжение есть, то есть на самом проводе, который от опоры идет, напряжение подходит к дому, и провод, который идет в дом, видно, что подстыкован, значит напряжение с общего провода заходит в дом». Электричеством в этом доме пользуются, но за него не платят. После первого отключения хозяева самовольно протянули провод. Разговор с такими потребителями короткий. Пока не погасят долги, света не будет. Отключение от сети проводят, даже если дома никого нет. «Будет составлен акт о бездоговорном потреблении электроэнергии, подписан незаинтересованными лицами в отсутствие потребителя при составлении акта. Будет направлен почтой вместе со счетом. Будет необходимо оплатить этот счет и погасить задолженность перед гарантирующим поставщиком за долги за электроэнергию». По второму адресу рейда аналогичная картина. Также дом уже отключали за долги. К таким потребителям у самарской сетевой компании повышенное внимание. Опытный глаз контролера заметил тонкую проволоку с крючком, наброшенную на провод воздушной линии. Потребитель был обесточен повторно. Предотвращать хищение электроэнергии – ежедневная работа контролеров ССК. В этом году по всей Самарской области они провели более 180 тысяч проверок, в результате которых выявили 300 фактов бездоговорного употребления электроэнергии. По ним были выставлены счета на 61 миллион рублей. Эти средства будут направлены энергетиками, в том числе на модернизацию системы электроснабжения региона для обеспечения ее надежной работы. Мария Шпакова, Алексей Гриднев, Новости губернии. Накануне финального голосования за лучший детский и молодежный театральный коллектив ПФО на камерной сцене театра оперы и балета показали «Набис» спектакль «Аленький цветочек». Необычная постановка студентов Института культуры стала победителем регионального этапа окружного фестиваля «Театральная приволжья». И теперь вместе с детским мюзиклом «Тайна серого замка» или «Каникулы с привидениями» эстрадные студии «Дорога добра» представляет нашу область на уровне ПФО. Как поддержали самарских финалистов и каким образом будет идти голосование – подробности в сюжете. Мудрая сказка Сергея Оксакова, записанная им, если верить истории, со слов ключницы Пелагеи. Постановка «Аленький цветочек» студентов театрального факультета Института культуры выросла из 15-минутного экспериментального отрывка в часовой спектакль. На сцене ничего лишнего. Видеопроекции, актерский талант, выразительность лиц и рук. И все понятно. Вот, например, «Аленький цветочек». Здесь нет предметов, здесь нет реквизитов, здесь нет декораций, здесь есть только мы. Свет и музыка. Свет и музыка. Ну и ставка сделана на нас, поэтому мы должны постоянно держать планку и не ударять в грязь лицом. Мы сами были с авторами, мы и танцы ставили, придумывали, и какие-то вокальные штучки, какие-то вставочки мы тоже делали. Постановщиком выступил режиссер Александр Мальцев. «Аленький цветочек» начинающие актеры отыграли уже около 30 раз, в том числе на фестивале в Евпатории. Но главный спектакль-мюзикл стал победителем регионального этапа окружного проекта «Театральное приволжье», который стартовал весной этого года по инициативе полпреда президента России в ПФО Игоря Комарова. Поддержать финалистов фестиваля в номинации «Студенческие театры» приехали губернатор Дмитрий Азаров и главный федеральный инспектор по Самарской области Владимир Купцов. Как у вас настроение? Жизнь делится на нормальную бытовую и на «Аленький цветочек». Глава региона поинтересовался профессиональными планами молодых артистов. Отметил, что в рамках нацпроекта «Культура», инициированного президентом страны, в губернии создаются новые формы площадок. Виртуальные залы и модельные библиотеки обновляются и действующие, а значит условия для творчества будут. Сейчас у нас Самарт, как вы знаете, новая площадка, слава богу. Кукольный театр достроим, запустим, никаких сомнений нет. Театр оперы и балеты, конечно, совсем не другое, поднялся уже в вершину, замечательные спектакли, роскошные. Есть для себя применить. Ну и, конечно, у нас и в Тольятти театр «Алельная жизнь». Но самое главное, что мы по нацпроектам действительно приводим в порядок здание театра, материальную техническую базу укрепляем. Театралы – люди суеверные, а потому попросили губернатора присоединиться к их ритуалу на удачу. Она создателям и актерам «Аленького цветочка» пригодится на окружном этапе. Спасибо сегодняшней нашей встрече, спасибо большое губернатору Дмитрию Чазару, потому что кто как не такие люди, такого ранга и положения могут помочь. А если уже говорить о частных моментах, я как актер могу сказать, а там уже более случаи. Всенародное голосование за финалистов театрального при Волжье начнется 29 ноября в 14.00 по самарскому времени и продлится сутки. Нужно позвонить по телефону, который вы видите на своих экранах. Звонок бесплатный. И в тональном режиме набрать номер участника. Спектакль «Аленький цветочек» под номером 12. Представители области в номинации «Школьные театры», «Мюзикл», «Тайна серого замка» или «Каникулы с привидениями» в Самарской эстрадной студии «Дорога добра» под цифрой 26. Поддержать наших артистов могут только жители других субъектов ПФО. Ну а самарцы вправе отдать голос за спектакль из другого региона. Я призываю всех неравнодушных, всех, кто действительно считает себя человеком культурным, принять активное участие в этом проекте и поддержать наших земляков, волжан, поголосовав за тот регион и за те спектакли, которые действительно этого достойны. Итоги зрительского голосования подведут в прямом эфире на сайте фестиваля «Театральная при Волжье.РФ» 30 ноября в 14.00 по самарскому времени. Алена Власова, Руслан Шарипов, Владимир Терентьев, Александр Каракулько. Новости губернии. Дьявол в деталях. И это особенно очевидно на выставке украшений «Самарская жемчужина» в экспо-Волге. Тонкость ручной работы, необычность технологий, материала, дизайна. Экспонаты из разных регионов страны привлекают чем-то своим. Противостояла искушению Яна Кокубака. Работы российских и зарубежных дизайнеров радуют глаз самарских ценителей ювелирного искусства и соблазняют модниц. Элегантная классика вне трендов. Самый яркий и дорогой экспонат из Якутии – перстень с изумрудом в 20 карат. Он будто из русских сказок или фильмов Бондианы. А коллекция американского дизайнера Майкла Мишу основана на уникальных свойствах бронзы. Так вот здесь вот эта патина, зеленый цвет бронзы достигается сложной, новоступенчатой работой по окислению и обжигу. И в результате украшение становится по-настоящему природным. Наедине с природой – это и про дизайн, и про настроение. Естественные качества самородного золота легли в основу коллекции из Магадана, где оно и добывается. Особенность в том, что мы отбираем только идеальные самородки, которые идеальны по фактуре, и стараемся придать им какой-то законченный вид в виде изделий. Самая основная цель – не испортить то, что было на природе заложено. В прямом смысле жемчужина выставки – коллекция «Миаруси». Микрожемчуг обыгран в стиле современный винтаж. Так как мы используем в украшениях чернение, радирование, то сами украшения выглядят всегда очень объемно, не плоскими, не брутальными, не просто отшлифованными. То есть они дают объем и дают очень женственный и очень благородный эффект. Украшения на любой бюджет – от нескольких сотен до нескольких миллионов рублей – ждут всех ценителей, чтобы поднять настроение, подчеркнуть вкус или стать изысканной инвестицией. Яна Кукабака, Дмитрий Алатарцев, Новости губернии. Композитор Игорь Суруханов, певцы – Василий Урьевский и Анита Цой. Радиогуберния – это генератор интересных проектов, конкурсов и розыгрышей. В праздник труда радиостанция дарила слушателям шашлыки. Накануне Дня защиты детей пригласила в эфир маленьких жителей области, а в преддверии пятилетия запустила акцию «Дай-5». Каждый дозвонившийся после условного сигнала получил в подарок один из призов – от коробки мороженого до полета в аэротрубе. Безумно важным является то, что мы слышим каждый день отклик наших слушателей. Мы можем это делать по телефону, в наших социальных сетях, благодарные комментарии. И даже какая-то критика бывает, и мы, конечно, к ней обязательно прислушиваемся и делаем наше радиогуберния лучше с каждым днем. Профессиональная работа коллектива «Радиогуберния» высоко оценена на всероссийском уровне. В этом году ведущие взяли сразу три высшие награды престижного конкурса «Хрустальный микрофон». Также «Губерния» стала лауреатом международного фестиваля «Радио без границ», вышла в финал премии «Радиомания». Пять лет – значимый рубеж, но это только начало. Впереди еще больше программ, известных гостей и акций. Слушайте «Радиогуберния». Самое главное – чувствовать себя всегда на позитивной волне. Ведь «Радиогуберния» – главное – настрой. С 29 ноября «Губерния» еще и на девятой кнопке нашей программы вы сможете смотреть на телеканале ОТР, который входит в первый мультиплекс. О последних событиях в регионе – культурной, спортивной, экономической и политической жизни области в цифре мы будем рассказывать с 6 до 9 часов утром и с 17 до 19 вечером. Обращая внимание, немного изменится время выхода программы «Новости губернии». Вечером, чтобы увидеть полную картину дня, присоединяйтесь к нам в 18.30 на ОТР и телеканале «Губерния». Замечу, мы сохраняем и собственное вещание на 21-й кнопке во всех кабельных сетях. Итоговый выпуск новостей там никуда не исчезнет. Встречаемся также в 20.30. А у меня на этом пока все. Больше новостей на нашем сайте губерния.тв.ру. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин